всем привет хотела озвучить такой момент лечение травами это очень прекрасное дело я сама обожаю травы их собираю и делаю травяные чаи травяные сборы они действительно очень хорошо помогают но многие не разбираются в травах вообще и покупают например в интернете сборы трав 99 процентов людей что за травы находится в этом сборе часто бывает так что в сборах находятся ядовитые травы которые по инструкции если заваривать то нужно пить не больше допустим столовой ложки несколько раз в день но большинство из нас носится проще к этому и может заварить траву и выпить пол стакана но вот эти ядовитые травы они например могут вызвать серьезные последствия в организме и что самое странное что в интернете в сборах не поясняется что эта трава в сборе используется то есть просто есть какой список трав указанных но мало кто будет сидеть и по траве вот это вычитывать а что эта трава значит а что это человек покупает сбор какой-нибудь диабетический например и собирается его пить и приблизительно посмотрел тогда как заваривается это все но столовая ложка на стакан воды все прекрасно допустим там три раза в день по столовой ложке ну как-то человек может не обратить внимание и не все так внимательно относятся до к дозировкам ну так что там стакан разделить на четыре части начинает пить а между тем в этих сборах например диабетических находится трава козлятник и она является ядовитой если выпить четверть стакана то может быть проблемы с желудком и не только может быть и гипертония подскочит давление и прочие всякие влияния но самое первое это вот проблемы желудками особенно у кого есть какие-то там воспалительные процессы то это очень опасно поэтому когда вы берете сбор из трав лечебный какой бы то ни было то в каждую траву которая там находится но если вы не знаете понятно там ромашка шиповник все ясно хотя их тоже много нельзя нужно читать почему их много нельзя даже в таких вот безобидных травах все равно у них есть ограничения по дозировкам то есть чересчур много нельзя но если вы даже выпить и стакан настоя например ничего не будет а есть травы которые реально являются ядовитыми и от них могут быть может быть только ухудшение состояния и человек может не сообразить даже в чем проблема потому что он не почитал про эту траву поэтому все из списка кроме того что мы знаем хотя лучше конечно все подряд почитать про каждую траву даже про те же там бессмертник ромашка какие-то тысячелистник даже про эти все травы там листья брусники все это безобидно но вот про них можно тоже лучше почитать их влияние их противопоказания и прочие всякую информацию связанную с ними но обязательно читать то те травы которые мы не знаем которые для нас в новинку например есть вообще я видела в интернете такая трава морозник кавказский это очень опасная трава и конечно там написано морозник кавказский от разных там болезней для похудения что-то что-то и конечно написано как принимать берешь там на кончике ножа одну разме с размером со спичечную головку и может быть меньше и вот чуть-чуть вот так вот принимаешь долгое время немного увеличивая потом снижая то есть есть свой подход но как правило как пить траву до человек не всегда на этом акцентирует внимание и поэтому он может выпить дозировку больше а почему-то в интернет магазинах нету предупреждение то есть это вообще должно быть большими буквами написано до что предупреждение трава смертельно ядовита и соответственно следуйте точным указанием по дозировке или например вот в диабетическом сборе до присутствует ядовитая трава в точности руководствуйтесь дозировкой есть и в других сборах разные травы но например те которые условно ядовит или как так можно их назвать да например там полынь ее тоже много нельзя но от нее каких-то не будет последствий например от морозника кавказского очень серьезные очень серьезные могут быть причем сразу и если человек еще не понял от чего-то помочь уже не получится или вот козлятник например хорошая трава все но нужно все равно ее в минимальных дозах она получается в сборе идет до где обычные там другие травы всякие которые можно пить стаканами ничего страшного не будет человек как-то читает этот состав думал то ну какие-то травки там нормальные листики смородины все что нибудь такое безобидное и как правило не обращает внимание допустим на одну или несколько неизвестных трав и все и это может привести к печальным последствиям ну или как минимум к большому дискомфорту что в принципе человека может и напугать и отвернуть в целом от трав до или вызвать какие-то аллергические реакции поэтому когда вы берете какую-то траву или вообще сбор трав там от каких-то болезней разных каждую траву изучите ее противопоказания ее действия как она действие действует на что какие могут быть побочные эффекты от этой травы и тогда уже смело покупайте сбор либо если например нужен этот диабетический сбор то можно изучить эти все травы купить их по отдельности кроме допустим этого козлятника и тогда уже можно спить спокойно этот сбор как чай не превышая конечно разумных размеров дозировки но уже более спокойно и тоже от этого получать благоприятный эффект в общем ко всему нужно подходить с умом а то люди склонны либо бездумно использовать что-то либо вообще не использовать потому что от этого были какие-то последствия это все страшно как некоторые говорят дозировку веществ в травах ты никогда не оценишь много это или мало в основном травы которые не являются ядовитыми там не особо важна дозировка то есть передозировки не бывает если ты не 10 литров выпил этого чая за один день но и просто выпить 10 литров это опасно до любой воды даже чистой то есть во всем нужна мера какая-то поэтому люди чаще всего боятся трав потому что они вот используют их бездумно не выясняют если написано в магазине диабетический сбор значит пойдет давайте будем его пить а что там как почему за счет чего работает это все человек это не смотрит поэтому я люблю например создавать свои и лекарственные сборы и чайные сборы я не очень люблю травы которые могут быть ядовиты для для человека именно опасны не просто когда они очень полезны во всем а когда у них все-таки есть какие-то противопоказания серьезные то я такие травы обычно не люблю использовать я считаю что здоровье во первых зависит от психики в первую очередь а во вторую очередь очень зависит от здорового образа жизни здорового питания можно исцеления болезни например какой-то вот если есть диабет да ну сократить прием пищи калорийности и убрать углеводы из питания лучше чем пить вот такие вот травы которые понижают сахар но при этом есть все что попало поэтому организм может исцелиться сам и хоть я и не практикую лечебное голодание но я полностью уверена что когда не зашлаковываешь организм едой на которую тратит энергию и все свои силы то тогда организма есть силы регенерировать и исцелять самому себя первую очередь нужно привести свою жизнь в порядок чтобы был здоровый образ жизни и в физическом смысле и в эмоциональном а уже потом можно использовать травы для улучшения это все это подробно выясняя и изучая всем спасибо пока